МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире дежурный репортёр. С вами Антон Рассказов. В ближайшие 20 минут я и коллеги-корреспонденты Народного телевидения. Расскажем вам о самом важном, что произошло в Кировско-Апатитском районе за эту рабочую неделю. Чтобы были в курсе, начинаем выпуск с резонансного преступления. Во вторник в Кировске на улице Шелейка убили человека. Неизвестный с ножом напал на 40-летнего кировчанина. Нанёс один удар в живот и скрылся. Улица Шелейка не центр города, но и не окраина. Многолюдно. Неподалёку детская библиотека. Именно здесь, на тротуаре 24 января, неизвестный с ножом напал на 40-летнего мужчину. Нанёс один удар. Попал в сердце. После этого потерпевший немного пробежал. Об этом свидетельствуют ещё незапорошенные снегом капли крови. Привлёк внимание окружающих, но скончался до приезда скорой. Потерпевшему было причинено одно ножевое ранение в переднюю область брюшной стенки с проникновением, проникающее, задевшее сердце и причинившее ему смерть. В период времени с 19 часов 30 минут до 19 часов 45 минут. Соответственно, место достаточно людное. Преступление у нас пока является нераскрытым. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. Прокуратура города взяла преступление на особый контроль. В ведомстве состоялось совещание с участием руководства Следственного комитета начальника межмуниципального отдела полиции и начальника управления уголовного розыска по Мурманской области. На данном совещании были рассмотрены приоритетные версии совершенного преступления. Определен круг мероприятий, выработан комплекс оперативно-следственных действий, направленных на раскрытие данного преступления. Помимо этого, следственные органы и полиция обращаются к горожанам, а особенно к автовладельцам. Если вы проезжали 24 января по Шелейка во вторник с 19.30 до 19.50, и у вас осталась запись с видеорегистратора, позвоните по телефону 6.35.20 или 02. Дело в том, что в ваш видеорегистратор мог попасть либо сам момент преступления, либо преступник, ожидающий потерпевшего. 22 января в районе озера Большой Водиавр туристы из Архангельска повали под лавину. Два человека погибли. Как утверждают в службе МЧС и правоохранительных органов, экстремалы пренебрегли правилами поведения в Гарахты сообщениями о повышенной лавинной опасности. Подробнее происшествий в следующем сюжете. В районе ущелья Скальное сошла лавина. Под снегом оказались люди. Об этом очевидцы сообщили в спасательную службу. Сегодня, 22 января, в 12 часов 7 минут на телефон оперативного дежурного СУКС ГУ МЧС России по Мурманской области поступила информация о том, что в районе горы Вудьямчор неорганизованная и незарегистрированная группа состоящей из 11 человек на снегоходах пострадала в результате схода лавины. Это не городская территория, это, как можно сказать, не трассовое катание. Это просто человеческий фактор. Они пренебрегли правилами поведения в Гарахты, лавиной безопасности. На место происшествия выехали 15 спасателей. Первого пострадавшего они обнаружили уже через час. Он погиб от полученных травм. Вторым нашли человека, который чудом остался жив. В Кировской больнице ему оказали первую помощь. Около 16 часов прямо на покой поступил один из пострадавших при сходе лавины. Помощь ему показана амбулаторно в приемном отделении. Диагноз был выставлен. Вообще переохлаждение и выжимы мягких тканей. Состояние его было удовлетворительным. Еще один молодой мужчина, попавший под лавину, скончался. Как рассказывает его мама, он занимался разными экстремальными видами спорта и в Хибины приезжал уже не в первый раз. Ну, случилось вот так. Могло же не случиться. Вот одного откопали, двоих нет. Если, должен быть у него, не успели привезти баллоны, которые, из кислорода. У него все это есть баллоны. Просто он приехал, ехал с нами и прилетел на самолете. А на завтра должны были привезти с Архангельска все это оборудование. Ну, вот так случилось. Вот сюда такая. Туристы на личных снегоходах отправились в горы через озеро Большой Вудьявр. Это было несколько небольших групп, которые через некоторое время оказались вместе в районе ущелья Скальное. Все эти 12 человек рисковали своей жизнью. Ведь в горах была объявлена повышенная степень лавинной опасности. В администрации города на протяжении последних трех дней проводилась активная работа по информированию жителей. На всех возможных интернет-ресурсах, телевизионных ресурсах была опубликована информация об опасности выхода на необорудованные склоны. Буквально вчера было организовано дополнительное оповещение за счет расклейки листов в подъездах жилых домов, прилегающих к горным массивам. Прокуратурой города в тот же день была инициирована проверка. Оперативно опрошены все участники происшествия. Как было установлено, кто-то из группы поднялся по склону выше остальных и подрезал снежную шапку. Действия неустановленного лица в силу личной небрежности, вызвавшего неконтролируемый исход лавины, образуют признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена частью третьей статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Усмотрев эти признаки, прокуратурой города в установленном порядке в Следственный комитет было направлено постановление о решении вопроса возбуждения уголовного дела по указанной статье. По статистике в Хибинах сходит в среднем 160 лавин в год. Наши горы требуют особой осторожности и подготовки, специальное оборудование, навыки и, безусловно, дисциплина. Прежде чем выйти в горы, обратитесь в поисково-спасательный отряд. Зарегистрируйтесь, узнайте о безопасных маршрутах и об уровне лавинной опасности. По данным отдела лавинной безопасности, а у Апатит-Тройни Кировска четвертая высокая степень лавинной опасности. Снежный покров слабо закреплен на больших свествах. Обрушение возможно при незначительной дополнительной нагрузке. Берегите себя. Теперь к официальным новостям. Во вторник, 24 января, в Апатитах и Кировске с рабочим визитом побывала губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Основная цель поездки – оценить доступность и качество социальной инфраструктуры наших городов, совершенствование амбулаторной службы для детей и взрослых, объединенной Апатитско-Кировской больницей, создание доступной среды в дошкольных и медицинских учреждениях. Подробнее о визите в следующем сюжете. Первым делом Марина Ковтун посетила 31-й детский сад в Апатитах. Группу детей со сложной структурой дефектов в рамках программы «Доступная среда». Воспитанники дошкольного учреждения вместе с детьми с ограниченными возможностями здоровья подготовились к визиту гостей и преподнесли музыкальный сюрприз. Марина Васильевна, в свою очередь, преподнесла ребятам подарки. Затем губернатор побывала в областном специализированном доме ребенка для детей с ограническим поражением ЦНС. Марина Ковтун осмотрела бассейн, где в это время проходило занятие, посетила сенсорную комнату, палаты отделения реабилитации, кабинет логопеда, а также кабинеты психолога, ингаляции зал ЛФК. А в музыкальном зале Марину Васильевну ждали еще один музыкальный сюрприз. Дети подарили свои поделки. А губернатор вручила им свои подарки. Программу продолжила посещение детской поликлиники. Глава региона ценила недавно завершенный ремонт фойе и регистратуры. Побывала в кабинете спортивной медицины. Далее губернатор отправилась в Кироск, где посетила детскую и взрослую поликлинику. Они преобразились. Детская из неудобной пристройки к зданию городской администрации. Теперь в отремонтированном корпусе в больничном городке. Здесь тепло, светло и просторно. Об этом говорят сами врачи. Там вообще просили. Робус Агра помогает. У нас есть деньги. Муниципалитет, конечно, приложил. Главное врач. Основного детства, которые всех приняли. Места много, достаточно для наших посудей. Хорошо, что так стоит в больничном городке, потому что там рядом стационар. Рядом взрослая поликлиника. Самое главное, чтобы были довольны. С родителями, как говорили, просторно. Есть где подождать. Далее взрослая поликлиника, отремонтированный холл и реализация проекта «Доброжелательная регистратура». Этот проект первым внедрили в областном центре. Сегодня он работает в большей части поликлиник Мурманска. В ближайшее время здесь поставят автоматы для электронной записи к врачам. Эффект сокращения очередей в регистратуре. Рост числа пациентов, обслуживаемых за рабочую смену. Объем финансирования 13 миллионов рублей. Семь из них областные, шесть от ФАСАГРА. В целом губернатор подчеркнула довольны результатами работы Юрия Ширяева на восток главврача АКЦГБ. По словам Марины Васильевны, теперь особое внимание нужно уделить стационару больницы. Мы сейчас прорабатываем задачи. Первые очередные задачи. Работы много, она, конечно, очень масштабная. Лифты надо менять, уже срок выходит. Надо создавать условия и модернизировать травматологическое отделение. Здесь люди травмируются, все у того, что много туристов. Кардиологическое отделение. Поэтому есть куда еще приложить усилия. И мы над этим работаем вместе с Министерством здравоохранения, с руководством больницы и с муниципалитетом. Они, безусловно, участие будут принимать и градообразующие предприятия. Далее губернатор провела встречу с руководителями Кировска, где обсудили перспективы развития города. К сентябрю с новой дорожной развязкой. В Кировске въезд в город ожидают серьезная реконструкция. На Солнечное будет организовано кольцевое движение. В рамках федеральной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма город получит федеральные средства на развитие дорожной инфраструктуры. Строить начнут уже в мае. Подробней Анна Базылева. Транспортный поток в Кировске увеличивается с каждым годом. Город активно развивается в туристическом направлении. Строятся новые спортобъекты, гостиницы. При этом въезд в город всего один, и тот непривлекательный. Кроме того, из года в год на этом небольшом участке дорог участились дорожно-транспортные происшествия. Мы проанализировали имеющуюся статистику по дорожно-транспортным происшествиям. К сожалению, она не очень хорошая. В 2015 году на этом участке произошло 7 ДТП. Из них 2 ДТП было с пострадавшими. 4 человека получили телесные повреждения. В 2016 году произошло 5 ДТП. Поэтому строительство здесь кольцевого движения, реконструкция этого участка, она, конечно, бесспорно повысит и безопасность дорожного движения на въезде в наш город. Въезд в город переживет полную перестройку. Здесь будет 4 примыкания с улиц Солнечной, Ленинградской и проспекта Ленина. Железнодорожный мост сохранится. Начать работы планируется в мае этого года. Сейчас идет активная подготовка аукционной документации. Готовится заявка в область на софинансирование этих работ. Работы, конечно, очень дорогостоящие. Ну и здесь у нас предусмотрено 3 источника финансирования. Примерно около 50% это сумма федеральных денег. Остальные деньги областные и местного бюджета. На выполнение строительных работ отводится 3,5 месяца. Если повезет с подрядчиком, то уже в сентябре новая развязка будет готова. Кировск в четверг утром постиг транспортный коллапс. В начале 8-го, как раз в то время, когда горняки Кировского и Расумчорского рудников едут на утреннюю смену, улица Юбилейная и отворотка с Олимпийской на путепровод у светофора встали. Дело в том, что объездную дорогу на Олимпийской перекрыли из-за половинной опасности. Вереница стоящих машин начиналась где-то наверху у Юбилейного, а то и дальше, и уходила в направлении микрорайона Кукис-Волмчор. Не двигался транспорт и со стороны 25-го километра. А между тем, по дороге в направлении Кировска шли толпы людей. Люди покидали автобусы, так и не сумевшие въехать на мост, и пешком отправлялись в город. В этой же колонии, достигших города, машин стояла и дорожная техника, которая по всем погодным приметрам должна была бы к этому времени уже посыпать все подобные места. Как раз отсутствие песка на проезжей части водители автобусов и назвали основной причиной возникшего коллапса. В Кировске стартовал фестиваль снежных скульптур «Снеголет-2017». Тема фестиваля этого года «Бренд России». 40 профессиональных скульпторов-художников из России, Латвии, Норвегии и Германии создавали скульптуры из снега высотой до 3,5 метров с помощью пил и на глазах и изумленной публики. Ольга Приходько с подробностями. Вот так сейчас выглядят заготовки для будущих прекрасных скульптур. Как творил Микеланджело. Он брал глыбу мрамора, отсекал от нее все ненужное. И то же самое будут делать все участники фестиваля «Снеголет». Его тема в этом году – «Россия глазами иностранца». Кто-то из мастеров вынашивала дею композиции месяцами, а кого-то осенело в поезде по пути на север. Большая часть скульпторов держит свою задумку в секрете. Всегда задумка – это как бы 90% вообще всей композиции. То есть сделать это не так сложно, это просто физика, да. А придумать вот самое сложное – это как бы, я считаю, что это эскиз. То есть если есть хорошая идея какая-то, то ее и воплощать уже интереснее. Андрей Барахвостов занял первое место в фестивале «Снеголет-2016». И в этом году планируют удивить зрителей и жюри оригинальностью идеи. Пока что она спрятана внутри заготовки. Я дома еще приготовил куб, который здесь будет, но я уже знал, да, какой будет там размер. Я его приготовил и сейчас так же, как методом отсекания, сейчас уберу все ненужное и по аналогии потом перенесу все это на куб. Это как бы эскиз, который… ну сейчас пока просто пластилиновый куб. Потом станет эскизом будущей работы. Спрессованные монолиты снега – материал и податливый, и сложный. Какой куб достанется каждой команде – определяли жеребьевкой. После этого скульпторы внимательно изучают заготовку на поле, выбирая наилучшее расположение композиции. Павел и Елена работают в одной команде. Их эскиз уже готов. Нужно спокойно посмотреть, лучшую сторону выбрать. Сосвещение тоже свою роль играет. То есть мы смотрим, где солнце встало сегодня, посмотрели, и насколько эффектно, в какую сторону взять для центра композиции. Вращаем эскиз и видим в одну сторону такая камера обскура, чтобы… Прием такой. …посмотреть с одного ракурса, как это будет выглядеть, как это будет видеть зрители. Некоторые участники подошли к задаче неординарно и решили объединить усилия и скульптуры. Сейчас их проект находится в пластилиновой стадии. Пригласили меня вот друзья в одну команду. Мы объединяем три команды и будем вот из трех кубов делать одну композицию. На тему космос, российский космос Юрий Гагарин. К выходным работа над скульптурами будет завершена. Строгая комиссия выберет победителей. А мастера приглашают всех желающих посмотреть на итог их сложной и вдохновенной работы. И в конце программы добрая и хорошая новость. Костопотицкий детский сад номер 49 помогает приюту для собак. Родители, дети и воспитатели собрали несколько мешков корма и передали волонтерам. По их словам, эта акция учит ребят ответственному отношению к животным. Не просто поиграть или потискать, а помочь и заботиться. Вот эти мешки с кормом, а также старые вещи будут переданы в приют для собак. Старший волонтер и основатель приюта Дина Зельщикова благодарит организаторов. Любая помощь очень нужна. Приют работает в 12-й год. Мы занимаемся спасением собак, которые однозначно были бы погублены. За годы работы приюта мы уже устроили в добрые руки порядка тысячи собак. Апотицкий приют второй в Мурманской области. На настоящий момент в нем живут 300 собак. Здесь находят убежища животных, которых бросили бродяжничать или умирать. Волонтеры принимают всех, несмотря на то, что вольеры переполнены. Несмотря на отсутствие денег собак, возят к ветеринару, покупают лекарства. Приют живет без финансирования, но многие оказывают ему помощь. В том числе уже 5 лет детские сады проводят акцию по сбору корма. Детский сад номер 49 принимает участие в акции второй год. Нынче воспитатели дарят еще и старые матрасы. Старые матрасы, подушки мы уже часть передали. Уже вывезли их более 100 комплектов, поэтому это зарастность не получается. Не получилось вывезти. И сегодня также часть мы передадим еще. Акция, в которой активно приняли участие и родители, и дети, учит молодое поколение любви к животным. И о том, какую погоду обещают синоптики, на ближайшие дни расскажет Юлия Копанева. Здравствуйте, с вами Юлия Копанева. И сейчас о погоде на ближайшие дни. По прогнозам синоптиков, в эти выходные ожидается потепление. В Апатитах 29 января столбики термометров днем опустятся до отметки в минус 3 градуса. Вечером погода останется неизменной. Ветер юго-восточный 2-5 метров в секунду. В понедельник 30 января в Апатитах существенно потеплеет. Ноль на протяжении всего дня. Ветер южных направлений с порывами до 5 метров в секунду. В Кировске на этих выходных будет немного холоднее. По прогнозам синоптиков, в воскресенье 29 января днем минус 6 градусов. Небольшие осадки. К вечеру потеплеет до минус 3. Ветер юго-западных направлений 1-5 метров в секунду. В понедельник 30 января погода существенно не изменится. Минус 5 на протяжении всего дня. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду. Это был прогноз погоды специально для программы «Дежурный репортер». До встречи. Это был последний материал выпуска. Я прощаюсь с вами. Желаю хороших новостей. До встречи в следующую субботу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова